Volkswagen попробует снова покорить Pikes Peak. Компания Volkswagen подтвердила участие в гонке на горе Pikes Peak в 2018 году. На дистанции выйдет полноприводный электрический спортпрототип, построенный гоночным подразделением бренда. Последний раз автомобиль Volkswagen поднимался по ее склону в 1987 году. Тогда интересы компании представлял двухмоторный 600-сильный Галф. Автомобиль показал неплохое время на первом этапе заезда, но так и не смог одолеть дистанцию. В июле 2018 года компания будет представлять полноприводный электрический спортпрототип, построенный гоночным подразделением Volkswagen Motorsport и техническим отделом компании в Вольфсбурге. На нем гонщики бренда собираются улучшить прежний рекорд прохождения трассы для электрокаров. Прототип укомплектован инновационными аккумуляторами, которые, в случае успешного испытания сложной извилистой трассы Pikes Peak, будут использоваться в серийных моделях бренда. К 2025 году компания планирует выпустить 23 полностью электрические модели. Впервые гонка на горе Pikes Peak в Колорадо состоялась в 1916 году. С тех пор она приобрела статус ежегодных международных автомотосоревнований и проходит каждое лето. В этом году победителем гонки в облаках, неофициальное название соревнований, стал Роман Дюма, преодолевший дистанцию за рулем прототипа нормы M20RD, оснащенного двигателем Honda. На данный момент титул быстрейшего электрокара за всю историю Pikes Peak носит прототип EOPP-100. Рекордсмен, которого в следующем году намерен столкнуть с пьедестала электрический спортпрототип Volkswagen оснащен семью электрическими моторами, совокупной мощностью 1618 л.с. и крутящим моментом 2520 NM. Источник. Моутер. По материалам сайта Ньюзгроком. Продолжение следует...